Ребята, всем привет! Меня зовут Наталья Машинка и я приветствую вас на канале ABC Куки. Сегодня мы с вами готовим очень простой, но очень вкусный салат для праздничного стола. Рыбки в пруду. Давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Нам понадобится 3 картофелина, 4 сваренных в культуре яйца, 2 зубчика чеснока, примерно 120-150 грамм чертого твердого сыра, банка шпротов и майонез. Давайте приступим. Первым делом нам нужно отложить 4-5 шпротов для украшения салата. Аккуратно перекладываем их на отдельную тарелочку. Они нам понадобятся позже. Я думаю, 4 шпротов для украшения вполне достаточно. Нам нужно размять шпроты в кашицу. Делаем это прямо в банке. Кстати, масло предварительное слива нам оно не нужно, потому что с маслом салат будет очень жирным. А так как мы будем использовать майонез, нам этого совершенно не нужно. Разминаем все вилочкой. В этом салате я советую использовать именно шпроты, потому что именно шпроты дают этот вкусный и пикантный вкус. Другая рыбка такого вкуса не даст. Так, шпроты мы размяли. И теперь займемся нашими слоями. Первым делом нам нужно все ингредиенты натереть на крупной терке. Картофель и яйца. Сыр у меня уже натерт. Я буду делать салат в этой вот круглой мисочке. Буду натирать прямо в салатницу. Итак, натираем первый слой. Это картофель. Забыла добавить в начале видео, что соль и перец используем по вкусу. Немножко утрамбовываем картофельный слой ложечкой. Посолим. Поперчим. И смажем немножечко майонезом. Сильно много смазывать не нужно. Примерно 2 чайные ложки на один слой. Больше не нужно. Но если вы любите очень майонез, то, конечно, добавьте больше. Следующий наш слой это сыр. Добавляем половину нашего сыра. И выдавливаем сюда чесночок. И снова добавляем чуть-чуть майонеза. И размазываем. И следующий наш слой это яйца. Натираем их тоже на крупной терочке. Один слой это два яйца. Одну натюри. И вторую. И вторую. Размазываем все и утрамбовываем этот слой. И теперь очередь шпротов. Выкладываем на яичный слой примерно половину нашей размятой массы. И размазываем вилочкой равномерно. Так вот все красивенько размазали. Этот слой мы смазывать майонезом не будем, потому что шпроты достаточно жирные. И майонез здесь не нужен. Так, все размазали. И сейчас снова мы с вами повторяем слои. Начинаем с картофеля. Потом все по очереди. Забыла вначале добавить, что обязательно оставьте немножко сыра или сваренных крутых яиц или картофеля, чтобы накрыть последний шпротный слой. А сейчас мы займемся украшением нашего салата. Первым делом нам нужны вот эти вот шпроты, которые мы оставили вначале. Засунуть в наш салат. Это ведь рыки в пруду. Так, аккуратненько. Вот так. Очень хорошо, если у вас есть редисочка. Можно сделать какие-то лилии или из яйца, или из редиски. И я буду делать украшения из укропа и перьев зеленого лука. У меня зеленый лук не очень хороший. Поэтому нарежу его кусочками. И делаем вот такие вот надрезики. Вот у него вот такая вот травка. Вот этот пруд. Можно, конечно, витрушечку использовать. Можно еще к ней миленько порезать. Вот этот я мне и не могу. И еще украсим укропчиком. У меня вот такие вот веточки есть. Такой вот прудик у нас получился. Ну что, наш салат рыбки в пруду готов! Приятного всем аппетита! Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх. И, конечно, подписывайтесь на ABC Cooking. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!